Двор на Карла Маркса 430 полвека не знал перемен, рассказала старшая по дому Валентина Болотских. Теперь вместо разрушенных дорог, бурелома и покосившейся детской площадки, во дворе появились скамеечки, песочницы, горка, спортплощадка, парковка и ровный асфальт. Все это стало возможным по программе формирования комфортной городской среды. Все во время здесь играет и в футбол, и лазит здесь все. Особенно тренажер, даже вот у меня некоторые бабули, это, ну, преклонный возраст люди, занимаются этим вот в тренажерах, там вот, утрам вот это, ходишь, смотришь, они это занимаются. Мы очень благодарны. Как проходит реконструкция двора, приехал проверить глава города. Жители попросили установить фонари и видеокамеры. Олег Фурсов с предложением согласился. Мы проводим конкурсы в рамках субботника. Три лучших двора в каждом районе. Победителей конкурса мы их оснащаем системой видеоконтроля. Представляете, здорово, повесили камеры, все это записывается, потому что все это полиция будет видеть, будет наказываться. Поэтому с точки зрения безопасности это тоже очень полезно. Следующая точка – заводской шоссе. Участок дороги недалеко от Южного моста ремонтируют уже не по намеченному графику. Олег Фурсов распорядился увеличить темпы строительства магистрали. Иначе последуют меры административного воздействия. Срок возвращения в график – неделя. Вводить никого не имеется права. Ни жители, ни губернаторы, ни меня. А вот Южный мост заработает на полную мощность уже к понедельнику. Полгода его капитально ремонтировали. Подрядчик обещал закатать верхний слой асфальта в срок. Работать будут стахановскими темпами. Не вижу проблем сделать это за эти дни. Сейчас погода есть, асфальт есть. Я сейчас в Корчуку сказал поставить два фогеля. Один туда, другой здесь сделали и убрались. Или один фогель будет здесь двое суток работать. Все. А уложить, если по большому, можно вообще за одну ночь. Если два фогеля будет. За пять лет дороги в Самаре резко изменились в лучшую сторону. К концу 2017 года 60% будет соответствовать нормативам. На следующий год городские власти сделали заявку на ремонт улиц на полтора миллиарда рублей. Будем надеяться, что Минтранс в полном объеме удовлетворит нашу заявку. И в следующем году процент хороших дорог увеличим. Увеличится в городе количество мест для культурного отдыха. Особый статус приобретет улица Старозагора. В прошлом году реконструировали участок от 22-го портсъезда до Ново-Вокзальной. Какие лавочки, какие урны. Не просто так вот оранжевые какие-то. Здесь солидно все, красиво, очень ухожено. То есть, вот кого не спроси, в принципе, этот ремонт всех устраивает. Главное, чтобы он сохранился. Вот что. Сохранился. А это, в общем-то, зависит от самих нас. В первую очередь в следующем году приведут в порядок все заводское шоссе. Ново-Вокзальную продолжат строить улицы Мичурина и Дачную. На втором плане дворовые и внутриквартальные дороги. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.